Немного неуклюжий ракурс, но что поделать. Всем привет, вы на канале SaberShot, и меня зовут Сабир. Сегодня у нас в студии запоздавшая рубрика под названием «Итоги 2022 года». Угадайте, сколько книг я прочел в прошлом году? Иронично, но 22 книги. К сожалению, год выдался тяжелым, и читать редко когда удавалось. Но кроме этого, в прошлом году я сделал еще 4 отзыва на 4 другие книги, которые прочел уже давным-давно. Поэтому сегодня обсудим их со всеми остальными произведениями. В итоге у нас не 22 книги, а 26. Поэтому предлагаю не медлить и пройтись по книгам. А также выделить среди них 3 самые лучшие, и конечно не забыть упомянуть самые худшие. Итак, начинаем мы с «Лезвия бритвы» Ивана Антоновича Ефремова. Книга хорошая. Как раз прямо сейчас читаю «Час быка» этого же автора. И ею я тоже увлекся. В этой книге у нас несколько сюжетных линий со своими целями и соблазнами. Нету одной цельной сюжетной линии, чтобы рассказать, что вот конкретно это и это творится. Роман заставляет задуматься о многом. Хоть и по части истории и сюжета книга хромает, и часто выглядит очень сумбурной. Однако те темы, которые здесь поднимаются, затмевают все имеющиеся минусы. Цитат было великое множество. Поэтому книгу, конечно же, одобряю. Поставим ее сюда, как в прошлый раз, если помните. Дальше. Следующий на очереди давно прочитанный «Код да Винчи» Дэна Брауна. Была пора, когда я читал все книги Брауна подряд и с нетерпением ждал новые книги. А вот начал я свое знакомство с творчеством автора именно с нее. В ней говорится об очередных приключениях Роберта Лэнгдона, о Святом Граале, об Иисусе и о многом другом. Интересное и динамичное. Конечно же, одобряю и советую. Впереди нас ожидает еще одна книга этого же автора. Так, ставим сюда. Она пошире, да? Идем дальше. И у нас «Убить пересмешника» Харпер Ли. «Убить пересмешника» Харпера Ли мне очень полюбилась. Книга о том, как адвокат всеми силами защищает невиновного подсудимого. А его маленькая дочка наблюдает за всем этим со стороны. И история как бы повествуется с ее глаз. Очень легкий и доступный слог. Волнующая и эмоциональная история. И, конечно же, яркие герои произведения. До сих пор ощущается харизма Атьюкаса Финча. Перечисляя все это, задаешься вопросом, что еще нужно для хорошей книги? Атмосфера у нее и впрямь потрясающая. Сам не могу объяснить почему. Поэтому одобряю и однозначно советую. Прочитайте роман, вам понравится. Кладем его сюда. Поехали дальше. Далее у нас идет «Властелин мира» и «Необыкновенные приключения барсака». Жюль Верн. На секунду забыл, кто написал книгу. Не особо примечательные истории, не особо примечательная обложка. Но почитать можно. Первая история – это, по сути, рассказ о дальнейшей судьбе робро-завоевателя, которого я обещал прочитать нескольким зрителям и обязательно прочитаю в скором будущем. А вторая история, насколько я помню, самостоятельная. О большой экспедиции вглубь Африки, которая в итоге, конечно, идет не по плану. Любителям приключений понравится, я думаю, но не надо сравнивать ее с остальными шедеврами автора. Но все же одобряю книгу и советую к прочтению. Поставим ее сюда. Дальше у нас… Каролина Нил Гейман. Как можно заметить, читал я эту книгу на английском. Это мой первый опыт чтения на английском целой книги, не считая школы. Что по поводу истории, то она вам понравится. Маленькая девочка вместе с семьей переезжает в новый дом, в одной из стен которого обнаруживает коридор в параллельную реальность со своими, но немного другими родителями. Книга не совсем детская, тут присутствуют страшные картинки и, в принципе, эпизоды. Но сказка на самом деле интересная. Естественно, одобряю и советую к прочтению. Кладем вот так. Идем дальше. У нас тут Джейн Эйр, Шарлотта Бронте. Романтическая история любви простой девушки и богача со своими скелетами в шкафу, почти буквально выражаясь. Сильная, грустная история, которая у меня лично вызвала противоречивые чувства. Дело в том, что мнения могут разделиться на два лагеря. Кто-то поддержит решение девушки в одном конкретном эпизоде, а кто-то поддержит мужчину в его непростом выборе. Я без мужской солидарности поддержал мистера Рочестера. Мне это показалось правильным. Вы же, когда будете читать, для себя решите сами. То есть вы сами поймете, о чем я говорю сейчас. И, конечно же, книга одобрена. Советую к прочтению. Так, ставим. Дальше. У нас тут кладбище домашних животных. Стивен Кинг. Я не очень советую ее читать. Как-то однажды услышал мощные такие одобрительные отзывы по поводу этой книги. Смотрел какой-то популярный книжный ютуб-канал. После чего очень захотелось прочитать ее. Прочитал и разочаровался. Это чисто мое личное мнение. Мне ее описывали как очень жуткую книгу ужасов. Хотя на меня она не произвела должного впечатления. Это история о том, как вновь дружная семья переезжает в дом, находящийся в лесу. И со временем обнаруживает, что с этим местом что-то не так. Слишком много легенд ходит о кладбище домашних животных, находящемся рядом. Здесь в этой рубрике я обо всем поверхностно говорю. Если хотите более подробно услышать, о чем говорится во всех этих книгах, посмотрите ролики с отзывами на каждую книгу. Но если судить объективно, среди зрителей может оказаться много впечатлительных людей. Поэтому предупреждаю вас, ведь у книги много таких жутких фокусов. И чисто для себя я выбираю 50 на 50. А вы решайте сами. Кладем ее сюда. Дальше. У нас тут знаменитый Шерлок Холмс, Артур Конан Дойл. Все время забываю, о чем говорилось в этой книге. А нет, в этой книге говорится о преступлении, которое Шерлок Холмс в итоге раскрывает. Говорю же, память как у слона. На самом деле в этой книге нас в первый раз познакомят с шерлоковскими методами расследования. Вам должно понравиться. Все же первые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Я лично ставлю оценку «Одобряю». Ставим ее сюда. Потопали дальше. У нас тут «Белый вождь» и «Квартеронка» Майн Рид. Первая история про жестокую вендетту благородного героя, типичным подлым злодеем. Вторая история гораздо спокойнее и немного непоследовательнее. О любви между молодым человеком и «Квартеронкой». Истории неплохие, в принципе, но на фоне того же «Всадника без головы» сильно уступают. Но, тем не менее, одобряю и советую к прочтению. Ставим-ка сюда. Идеально. Поехали дальше. Дальше у нас записки из «Мертвого дома». Федор Михайлович Достоевский. История о том, как мужчина ссылается на каторгу на целые 10 лет из-за убийства своей жены. И впоследствии ведет записи о том, как ему жилось на этом остроге. Книга мне понравилась благодаря описанию множества человеческих психотипов. Тут их было пруд прудей, и каждый был по-своему уникальный. Одобряю книгу однозначно и советую к прочтению. Ставим ее сюда. Пошли дальше. Мы подошли до самой худшей книги в нашем списке. «Воображаемый друг» Стивен Чпоски. Посредственный ребяческий и сырой ужастик. С глупой, непродуманной вселенной и персонажами. Книга о том, как какое-то мистическое существо заставляет маленького мальчика построить домик на дереве. Для своих гнусных целей. Звучит бредово, знаю, но в начале история казалась интересной. Но чем больше я читал, чем дальше вглубь сюжета я заходил, история становилась все тупее и сумбурнее. Я категорически не советую и не одобряю эту книгу. Пройдите мимо нее. Хотелось бы так выбросить, но поставлю ее сюда. Еще такая жирная, кажется, как будто что-то толковое. На самом деле нет. Поехали дальше. «Просто будь собой» Сара Найт. Это вторая мотивирующая и стимулирующая к действию книга-мотивашка. Ну, из тех, что я читал. Автор просто так, по-дружески, дает тебе жизненные советы об отношениях, о жизни в целом и о том вообще, как себя надо вести. Нет уж, спасибо, обойдусь. Это совсем не то, что я ожидал увидеть. Польза от книги, как от козла молока. Таким же успехом можно просто пообщаться с хорошим другом и получить тот же, но зависит от друга, кратковременный эффект успокоения. Сказать честно, я не одобряю эту книгу совсем. Почитайте вместо этого что-то художественное. Так, кладем ее сюда. И идем дальше. Дальше у нас по списку идет «Лунная долина Джека Лондона». Вот о чем я говорю. Художественная литература. Очень добрая и светлая история. Такая приятная книга была, что после прочтения я пару дней ходил с улыбкой на лице. Я бы даже сказал, самая позитивная книга Джека Лондона. Ну, из тех, что я читал. История о женатой паре, которая вместе проходит через все трудности судьбы. Вперед к новой жизни. Одобряю однозначно. Очень хорошая книга. Кладем ее сюда. И идем дальше. Дальше у нас один из самых знаменитых детективов в мире. Убийство в Восточном Экспрессе. Агата Кристи. Шикарный детектив. Почитал его на одном дыхании. Моя первая книга из богатой библиотеки автора. Остался очень доволен. Название говорит само за себя. Нет нужды говорить больше. И тем более с Агатой Кристи вы уже знакомы. Естественно, одобряю книгу. И кладем ее вот сюда. Дальше идет очень ароматная книга. Парфюмер. Патрик Зюскинд. В хорошем смысле этого слова отвратительная книга. История об убийце-психопате, который задается одной святой целью создать самый лучший аромат на свете. Очень мрачная и тяжелая аура у книги была. Но именно благодаря этому она неповторима. И по-своему уникальна. Поэтому одобряю. И если вы человек не впечатлительный, то советую к прочтению. Поэтому кладем ее сюда. И идем дальше. Дальше у нас Робинзон Крузо. Даниэля Дефо. Просто вот книги у меня в данный момент нету. Я прочитал ее в далеком детстве. И просто решил напомнить о ней на канале. Преимущественно книга для младшей аудитории. Есть смысл говорить, кто такой Робинзон Крузо? Думаю, нет. Поэтому одобряю и поехали дальше. Книги нету, поэтому и класть нечего. Дальше у нас идет Норвежский лес. Харуки Мураками. К моему большому удивлению, ролик с отзывом на эту книгу, по сравнению с другими роликами, набирает больше всего просмотров. Не знаю, чем эта книга всем так нравится. Не, в ней есть что-то. Она интересная. Но не ожидал такой любви со стороны аудитории. Эта книга про непростую историю любви одного обычного японского парнишки и психически больной девушки. История грустная и написана красиво. Но что-то все-таки в ней недосказано было. Однако, одобряю. Подростки точно оценят. Ставим ее сюда. Дальше больше. Книжный вор. Маркус Зусак. Книга о девочке, которая во времена Второй мировой войны, живя в Германии, в которой люди массово сжигали все книги, умудрялась находить книги и читать их. Вот вам истинный книголюб. Печальная история. Я как только дочитал книгу, сразу перешел к экранизации. И экранизация показалась мне гораздо слабее. Хоть и сняли ее очень даже неплохо. Поэтому я одобряю книгу и советую ее к прочтению. Ставим ее сюда. И идем дальше. Опять возвращаемся к творениям уже знакомых авторов. Собака Баскервилли. Артур Конан Дойл. Роман был очень жутким. История о том, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон ищут огромную собаку-призрака на болоте. Никогда бы не мог подумать, что книга о Шерлоке Холмсе может быть такой страшной. Но это так. Порой от истории по коже бегали мурашки. Так что одобряю и советую к прочтению. Кладем ее сюда. И идем дальше. До этого хвалил убийство в Восточном Экспрессе. Но в этот раз такого сказать не смогу. Щелкни пальцем только раз. Агата Кристи. Очень сухая и пресная история. Никакого саспенса не чувствовалось. Даже когда в конце нам раскрывают преступника, эмоции были не более чем... Вау. Ничего особенного. Не одобряю и не советую. Абсолютно. Прочитайте лучше книгу, отмеченную выше, если не читали. А тебя у Родина кладем сюда. Дальше. Говорил же, вернемся к Дану Брауну. Ангелы и демоны. История о том, как после смерти Папы Римского неизвестный убийца закладывает бомбу с антиматерией в одну из комнат Папского дворца. И плюс грозится убить четырех претендентов на Папский трон. А за это время Роберт Лэнгдон должен разобраться во всей этой каше. И книга, и фильм обязательно к просмотру. История очень волнующая и щекочущая нервы. Вам точно понравится. И естественно я одобряю ее. Кладем себя сюда. Следующая книга у меня тоже отсутствует, но ее название нос. Николая Васильевича Гоголя. Малюсенькая книга на пару часиков. Сумасшедшая история об огромном мыслящем носе, сбежавшем от своего хозяина. Из-за чего бедняга-хозяин скитается по всему городу в поисках отсутствующей части тела. Чистая наркомания, не так ли? Но в книге есть свой скрытый посыл, который не так-то легко найти на первый взгляд. Исходя из описания, я не то чтобы не одобряю книгу, но и советовать ее тоже не могу. На свое усмотрение, смотрите сами. Поэтому 50 на 50. Пум. Идем дальше, мало осталось. Дальше в нашем списке одно из лучших творений Достоевского. Братья Карамазовы. Эта книга моя самая любимая из всех его произведений. На очереди у нас еще две повести Достоевского, но о них, я думаю, поговорим в следующие два месяца. А что касается братьев Карамазовых, то это очень жизненное произведение об отношениях алчного, но богатого отца и трех его сыновей. Каждый из которых, по складу характера, совершенно разные люди. Книга насыщена мудрыми мыслями и жизненными ситуациями, с которыми найдет параллель, наверное, каждый человек. Одобряю и очень советую к прочтению. Книга поучительная. Ставим ее сюда. И идем дальше. Переходим к единственной за прошлый год антиутопии. Заводной апельсин. Энтони Берджес. Мрачная история о подростках, живущих и хулиганищах в испорченном и жестоком мире. Они занимаются разбоем, грабежом и полным беспределом, пока их лидер случайно не убивает человека и впоследствии не попадает в тюрьму. Книга очень неприятная, на заметку всем впечатлительным зрителям. В ней было множество сцен насилия, из-за которого ты ненароком корчиться начинаешь, когда читаешь. Но я ее стопроцентно одобряю. А вы смотрите сами. Кладем ее сюда. И идем дальше. И мы переходим к финальной книге прошлого года. «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье». Льюис Кэррол. Я думаю, все знают, о чем эти истории. Мне почему-то кажется, что многие смотрели именно мультики и фильмы, снятые по мотивам этих рассказов. Но сколько человек читали эту книгу? Я вот почитал и ужаснулся. Первая история еще куда не шла. А вторая меня вергала в шок. Помню, как при чтении второй истории у меня был прямо эмоциональный фонтан от всего того бреда, который здесь творится. И первую книгу еще как-то можно посоветовать младшей аудитории. А вот вторую я детям даже не рискну дать читать. Поэтому не одобрено. Абсолютно не советую. Кладем ее сюда, чтобы равномерно было. И все. Книги кончились. Переходим к последней главе нашей рубрики. Как видите, в прошлом году было больше неудачных книг, чем в прозапрошлом. Во всяком случае, интересный был опыт. Итак, что у нас получилось в итоге? Я сейчас понял, что оказывается книг 25, а не 26. Интересный результат. В прошлом году была не одобрена всего лишь одна книга. Это был Великий Гэтсби. Ну так что, перейдем к тройке лидеров. Я поразмыслил и подумал отдать третье место детективу «Убийство в Восточном Экспрессе» Агаты Кристи. Буквально за пару дней я ее проглотил. Очень интересная. Спасибо большое Агате Кристи. Второе место было спорным. Я думал между двумя книгами. Первой была «Лунная долина Джека Лондона». А вторая «Убить пересмешника Харпера Ли». Я все же решил остановить свой выбор на «Убить пересмешника Харпера Ли». Обязательно прочитайте роман. Слог у книги такой, что читаешь и отдыхаешь. Кладем ее сюда. И мы переходим к нашему лидеру. Первое место я присуждаю единогласно. Если можно так выразиться в моем случае. Братьям Карамазовым. Федор Михайлович Достоевский. Эта книга вам многое покажет и многому научит. Поэтому приятного вам чтения. И всем тем, кто смотрит, огромное спасибо. В этом году я поставил себе планку в 40 книг. Но пока прочитал лишь 4. Однако еще ничего не потеряно. Впереди еще целых 10 месяцев. Также и вы постарайтесь побить свои собственные рекорды. Кстати, о том, что я сейчас читаю. Час БК. Иван Антонович Ефремов. А вчера я дочитал «Смерть на Ниле» Агаты Кристи. Тоже очень интересная книга. Но о ней мы поговорим через несколько выпусков. В марте постараюсь сделать несколько отзывов на произведение. Так что до новых книг и читайте больше, друзья. Пока.